Всем привет, это Ани Рэль, и как я обещала, давайте займемся гайдом на Слейп Нира, третьего босса Древнего Зола. И как и в прошлые два раза, давайте я вам покажу персонажей, которыми я собираюсь это все проходить. Во-первых, танчить босса у меня будет Альтемуллер. Он, к сожалению, имеет всего лишь 4 звезды, но его главная фишка на этом боссе в том, что у него можно настакать очень много дэмэдж редакшн, то бишь понижение входящего урона. Не дефенса базового, а именно понижение входящего урона, вот All Damage Taken. Как это можно сделать? Во-первых, потому что он танчит в летуне, в драгон мастере. Мы можем надеть ему Last Rites. И почантить как можно больше на хпшку, чтобы он был более танкабельный, живучий. Это уже дает 40% дэмэдж редакшна, когда он на 100% хп, а на 100% хп его придется поддерживать, стараться весь бой, иначе без вариантов. Во-вторых, конечно же, я буду использовать его корону, потому что его главный талант дает тоже дэмэдж редакшн. Physical Damage Taken минус 3% на 4 звездах. На большем количестве звезд он еще лучше. Он стакается до 4 раз, но благодаря короне он стакается до 5 раз. Плюс бафы, которые он накладывает на себя, например, с тронгарм, он тоже накладывает на 1 раунд больше, благодаря этой короне. Короче, очень классный. Во-вторых, здесь два варианта, какое ему дать оружие. Я дала ему Игдрасиль. Еще есть возможность дать тронгвардиан, но у меня просто он не докачан. Я вообще, честно говоря, думаю о том, чтобы влить сюда ССР шарики, дебаксить его до 50 уровня, чисто ради этого босса. Но пока, к сожалению, проблема не в этом. К этому вернемся чуть позже. И аксессуар, который ему здесь нужен, я взяла первый попавшийся на хпшку. А вообще, хороший аксессуар на этого босса, это амулет. Я, как не очень умная девочка, ломала все ССР аксессуары. Поэтому мне его нет. Вот, но он тоже понижает damage taken. На 50 уровне, я так полагаю, он понижает его на 10%. Это, кстати, достаточно много. Но у меня этой штуки нет, потому что я их там все подизала, поломала. Равно как у меня нет meditation ring по той же самой причине. Ну, что поделаешь, что называется. Позже выбью. Собственно говоря, ровно поэтому, потому что у него есть собственный damage reduction, потому что он флайер. И потому что он в качестве войск, это тоже важно, может брать фалангу. Альтемуллер является лучшим танком на данного босса. Если у вас альтемуллера нет, то можно попытаться заставить танчить сирену. Но для меня это категорически не вариант. По одной простой причине, у меня сирена двухзвездочная. То есть вообще полный атас. Она мне в принципе не дропалась и как бы обломилась. Так вот. Поэтому для меня фактически других вариантов-то и нет. Бёрнхард на этом боссе... О, не Бёрнхард. Варгас. Варгас на этом боссе. Может танчить. Но не очень хорошо. Ну, в принципе, если у вас Варгас прокачивает как танк, то никаких проблем нет. У него тоже damage reduction. До 30% на 6 звездах. Так что... В принципе, можно попробовать. Но у меня он... Не прокачан в руны. Поэтому... Увы, но... Танч все-таки будет Альтемуля. Далее. Конечно же, так как у нас фракция Империя и Стратеги. А моим главным ДПС будет, конечно же, замечательный. Плюс 60 практически атаки Леон. Вот его шмоточки. Красавец, мужчина. Все при нем. Он у меня находится сейчас в классе Страйк Мастера. Потому что я, обсудив это все с другими стратегами и подумав хорошенько, решила, что действительно... Роял Найт дает, конечно, прирост хпшки. Но... Леон не будет первым, кто умрет на этом боссе из-за нехватки хп. Поэтому лучше пускай он нанесет как можно больше урона, как можно в более ранних фазах. Проблема этого босса в основном заключается в том, что у него прямо со старта очень много атаки. И поэтому, если не хватает живучести, то все будет очень быстро сыпется. И забегая вперед, скажу, что мне ее действительно не хватает. Третьим, кого я беру на босса, будет Элвин. Я думаю, что это достаточно-таки вразрез со всеми гайдами, предлагающими брать Бернхарта и прочих товарищей. Но у меня как бы выбора нет. Бернхарт у меня трехзвездочный, Элвин шестизвездочный, шикарно одетый, с камушками, с кучей хп и прочим. Главная его проблема в том, что он может бить далеко не каждый ход. И практически не может вообще бить на второй фазе, потому что он не может отходить после удара. Если у вас есть ботинки, которые позволяют ударить потом отойти, это идеальный вариант. Но у меня, конечно же, если вы недавно смотрели мое ноябрьское видео, ботинок таких нет. Так что, увы. Элвин танчит, чем дают. И третий мой ДПС, это, конечно же, опять Луна, которую я взялась качать все сильнее и сильнее. У нее стандартный набор безфракционного бафа. Муваген, который позволяет ей отойти после атаки и бафнуть кого-нибудь. И Виндспайру, который позволяет ей бафнуть кого-нибудь до атаки. А бафает она, конечно же, короной. 20% урона это очень много и очень круто. Солдаты у нее холи пегасики. Тут тоже довольно неплохие зачанты. Мне удалось наролить 40 мдефа. Правда, к сожалению, максимальный мдеф у меня желтенький, наролился на оружие. Значит, там самые минимальные значения мдефа. Очень обидно. Ну что, мы еще поролим. Далее. Насчет хилов, суппортов и моей самой главной проблемы на этом боссе. Во-первых, я таки сегодня подняла вторую руну и респектнула Оливия в нужный класс ради скилла Excitation, который, во-первых, лечит, во-вторых, увеличивает мобильность, в-третьих, дает регенерацию. Максимально полезный скилл на этом боссе. И ради него мне пришлось отдать человеку руну. Если бы вы были мудрее меня и пошли им сразу в левую ветку, этого, в принципе, могло бы быть достаточно. Но я очень хотела мальчика с гитарой, поэтому... Нифига. Кстати говоря, ему лучше действительно находиться в классе мальчика с гитарой, потому что так у него больше хп. Вот, плюс 500 хп. Это мощно, кстати, очень. Я потом ему там чуть-чуть осталось дамаксить этот класс, потом дамакшу. Сейчас на бой у меня будет мальчик с лютней. К сожалению, я не могу пока апнуть ему камнями ничего, потому что камни на лучников еще не релизнуты. И второй мой хилл, с которым еще больше проблем, это Айрис, потому что она тоже хочет две руны. А вот на нее у меня уже двух рун нет. Во-первых, здесь нужен второй ее телепорт скилл, который типа ассирует союзников, а не себя. Здесь у меня есть только телепорт союзников. А во-вторых, в этом классе у нее больше мувмента. Так, у нее три мувмента, а в том робо-классе у нее четыре. Поэтому сейчас Айрис у меня... Во-первых, я пытаюсь попробовать на ней маговский шмот. Включая стар иринг, на котором просто куча-куча хп. И Тэньо, которая будет бафать. Вот, она у меня самая неживучая из всех. Самая слабенькая. На предыдущей попытке она просто взяла и отъехала. Я еще читала в гайдах, что если что, можно заменить Лианой, несмотря на то, что она не во фракции. Но я все-таки попытаюсь это сделать с Айрис. А, еще главная проблема у меня, что с Айрис, что с Оливье. В том, что у них не прокачано центральное сердце. И оно не будет прокачано до воскресенья. Ну, зато в воскресенье-то я оторвусь. Очень не хватает фениксовых шмоток. Ну что ж, на этой веселой ноте поехали на босс. Результат, как видите, у меня не ахти. Вот ровно потому, что мои суппорты вообще не готовы к этому матчу. Так. Альта Муллер у меня идет с фалангой. И с вот таким набором скиллов. С Тронгарм. Рейджин Тандер, чтобы он хоть как-то мог бить босса. Он, кстати, неплохо бьет. Даже несмотря на то, что он одет в защиту. И энчант у него сталь. И Гейл просто ради того, чтобы, во-первых, он мог настакать еще раз свой личный баф. Во-вторых, чтобы он еще раз мог атаковать. Почему нет? У Леона есть смэш. Он специально нужен для пинания босса на отчетных фазах. Атака стандартная абсолютно тоже набор. Элвин поменял мой любимый Свард Соул на Рыг, потому что он понижает атаку. А атака у босса просто жуть какая. Тут все стандартно. Бомба, Эксайтейшн и Эйм. Эйм очень хорошо помогает вместе с Шиволри и прочими аналогичными скиллами, типа Гейла, избавляться от боссовского дебафа. У Айрис, соответственно, должны быть два телепорта, у моей всего один. Ну и Луна, я уже говорила, стандартный набор. Во-первых, что делает боссовский скилл на первой фазе? Грайнд. Во-первых, он всегда будет целить того, у кого не 100% хп. И будет наносить тем, у кого не 100% хп, на 100% увеличенный урон. Поэтому, во-первых, нам для этого нужен танк. А во-вторых, нам для этого нужно танка держать всегда на 100% хп. Во-первых, потому что у него ласт райтс. А во-вторых, потому что у босса вот такая злая обилка. Так, дальше я хожу луной. Я начинаю атаку около Элвина, чтобы сначала ему дался бав. Заканчиваю потом около Леона, чтобы ему дался бав. Ну а потом можно походить Айрис. И раздать всем регенерацию. Так. Дальше. Общее правило на боссе. Которое видно в дебафах персонажей. Наносимый урон уменьшен на 60%. Но, если перед атакой вы пройдете до трех клеток. Или даже больше. Короче, за каждую клетку пройденную перед атакой урон увеличивается на 20%. Поэтому всякие конники типа Леона просто идеальны на этом боссе. И сейчас он с бонусом урона. А, стой. С бонусом урона плюс 20% от луны. Просто влетает в босса. Но с этим он 64 тысяч. Ну, Элвин идет сколько может. 68 тысяч тоже неплохо, скажем прямо. И вот этот скилл очень важен. В том числе потому, что уменьшает наносимый урон на 20%. На этом боссе это архиважно. И пассивкой, конечно же. Наш замечательный Оливье. Снижает получаемый урон на 10%. Это как раз все то, что нужно на этом боссе. Так, начинается второй ход. И на второй ход у нас вот такая обилка. Во-первых, он будет бить того, кто слева от него. То есть Муллер стоит на нужном месте. Во-вторых, чем дальше цель, тем больше наносимый урон. То есть, если бы он стоял не здесь, а вот, например, тут, это было бы плюс не полтора урона, а 200%. Вот здесь 250%. Поэтому Муллер должен стоять строго на этом месте. И желательно быть фуловым, чтобы ластрайты работали. О, это прекрасно. Так он нас стакает больше стаков в своей обилке. Во-вторых, я сейчас хочу сыграть Excitation, потому что на следующей фазе будет не до этого. Только, наверное, сначала я, во-первых, всех похилю. А во-вторых, отойду Леону. Так, так, я его не достаю, да? Ладно. Пройти максимальную дистанцию Луной. Пройти максимальную дистанцию Элвина. И Рык очень важен на этом боссе, потому что босс совершенно космическое значение атаки. Ну и теперь дать всем Excitation, который еще подольше поработает. И дальше начинается самая опасная фаза, которая говорит, что если больше одного, то есть два или больше юнитов в радиусе у босса, радиус два, то он, короче говоря, он всех ваншотит. Поэтому вот в этой рамочке не должно быть вот этой. Не должно быть никого. Так как Альтемур деться никуда не может, а телепорта на Айрис у меня нет, поэтому он остается страдать. Без вариантов. Все остальные... О, кстати, Элвин тут ничего сделать не может, поэтому он просто уходит. А вот все остальные вполне могут себе проатаковать и отбежать после, потому что это всякие там луны и леоны. Я даже специально заюзаю Эйм. чтобы выдать бафф Альтемуллеру. А потом отойти. Ну и Айрис я телепортну. Чтобы она похилила Муллер. В радиусе никого нет, поэтому коняка просто атакует. И получает в ответочку, что вдвойне приятно. Вот. И эта фаза будет так дальше продолжаться до тех пор, пока я не наконец не перейду во вторую фазу. Элвин сам себя похилит. Не бойтесь. Так, сейчас я могу Уной бафнуть двоих. Ну или одного, если не прокнет, потому что мне надо закончить атаку, стоя справа от босса. Не прокнула, конечно же, но ничего страшного. Наш любимый танк спешит на помощь. Так. Альтемуллеру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Босс сам себя добил и фазы слабости у него вообще не было Но тем не менее, это не мешает мне, собственно, показать, как его убивать Так что давайте Здесь во второй фазе у него всего одна обилка А во-первых, он всегда будет пытаться убить кого-то по вертикали или горизонтали от себя Так что по вертикали и горизонтали от него не должен стать вообще никто Сейчас мы этим и займемся И на этой фазе он не танчится, поэтому... А, поэтому Муллер хотел бы куда-нибудь улететь, но не может Прощай, Муллер Элвин тоже не может нормально атаковать на этом В бою Сейчас Короче, главный совет Никогда не переводите босса А! Вот Так можно сделать, да Именно для этого нужен скилл Леона Смэш Отпихивательный Сейчас у него на горизонтали и вертикали никого нет Спасен мой Альтемуллер Если на вертикали и горизонтали никого нет То босс просто накладывает охоту И ничего не делает А вот она охота В следующий раз, если баф охоты все еще будет на боссе Я... Он побежит бить луну Чем дальше он будет бежать У него будет понижен урон За каждую клетку, которую он пробежит Урон снижается на 20% Максимально 160% То есть, чтобы не сдохнуть Если так получилось, что невозможно скинуть этот дебаф Надо от него убегать Но тут, слава богу, у нас ситуация отличная У нас есть этот самый дебаф на луне У луни есть в откате Луна, привет У луни есть в откате Виндспайрл Поэтому вообще бояться нечего Можно даже побить босса Сейчас у нее один тик дебафа И после окончания ее хода У нее станет ноль Соответственно, босс больше не охотится ни за кем Так, а теперь у нас будут некоторые проблемы Потому что новый дебаф хантит таки появился И поэтому у нее придется бежать Эх, надо было эксайтейшн клешка стануть Несмотря на то, что дебаф сейчас есть Если у босса на горизонтали и вертикали кто-то будет Он его шотнет Именно поэтому Элвин вообще ничего не делает по факту на этой файде Ку-ку-ку-ку Ку-ку-ку-ку Наша луна кое-как выживает. И следующий дебаф охоты получает Леон. Леон тоже его не сможет снять, но Леон сможет отпихнуть босса сейчас, что даст ему возможность отойти подальше. Наверное, я даже попытаюсь его прикрыть муллером. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Больно! Так, следующий хантит у нас опять на луне. И она опять его сбросит. Или он его тоже сбросит. Так что это все прекрасно. Можно спокойно похилиться. Тем не менее, Муллеронт стоит отойти. Он на этой фазе бесполезен. Атака у босса уже 3 тысячи. Атака у босса... Атака у босса... Ну, кстати, я сейчас не буду тратить шиволри. Потому что она мне может пригодиться на следующий заряд хантит. На данный момент хантит ни на ком вообще нету, поэтому босс должен пропустить фазу. Так и есть. А вот теперь у нас хантят на луне. Поэтому, во-первых, добавим всем бега. Во-вторых, луна будет убегать. Так, я сейчас еще смогу отпихнуть босса. Поэтому, я думаю, стоит проатаковать... Элвину. Это... О-о-о-о-о. Элвину. Элвину. Продолжение следует... Элвину. Элвина. Он вытесит. Давай, босс, уходи. Оу. Несмотря на двойное снижение носимого урона. Он убивает луну, и дальше начинаются проблемы. Потому что как только он кого-то убивает, он атакует еще раз. Это больно. Так, теперь у нас хантят на Элвине. Вряд ли я что-то с этим смогу сделать. Тут главная проблема с уроном в том, что мне не хватает персонажей, которые могли бы отойти после атаки. Так. Элвин, скорее всего, тоже сейчас убивает. А нет, Элвин же луч. Элвин же луч. Почти четыре тысячи атаки уже у босса. И я скоро начну ломаться. Ну, и Альтимуллер, скорее всего, сейчас умирает, потому что ему дождеваться некуда. Я не отошла Элвина. Ну, значит, умирает не Альтимуллер. Это хуже. Это намного хуже. Ладно, все наши погибли, так что смысла уже страдать нет. Пытаемся внести последние крупицы урона. Надеюсь, я нормально показал общий принцип боя, потому что дальше фазы будут повторяться друг за другом. А вот урона мувмента и вообще survival ability, то бишь выживаемости, мне очень сильно не хватает на боссе. Уже, кстати, четыре тысячи сто атаки, если кто не заметил. Сейчас Альтимуллер размазывает. Вольно. Ну и все, это последняя атака. Надеюсь, стало что-то понятнее, потому как убивать босса. У меня с этим все так себе. Желаю вам на нем удачи. Надеюсь, у вас прокачаны хиллеры хорошие. Или у вас есть какие-то другие идеи, там, не знаю, использовать Лиану, Тиарис. Тиарис, помню, вообще не работает, к сожалению. Вот. Всем удачи в прохождении. Слип Нира.